Казанский федеральный университет Казанский федеральный университет стал уникальной площадкой, на которой владельцы от малого до крупного бизнеса узнали секреты успеха всемирно известных компаний, как Google, Facebook, Twitter. Герой нашего следующего сюжета приоткрыл завесу тайны и поделился рецептом успешного бизнеса. История любой известной компании когда-то начиналась как стартап, причем довольно рискованный, утверждает авторитетный бизнес-аналитик, профессор Стэнфордского университета Ильяс Тривулаев. Всемирно известный эксперт в области финансов, посетив Казанский федеральный университет, рассказал состоявшимся предпринимателям и выпускникам высшей школы бизнеса КФУ о том, чем сегодня живет Кремниевая долина и какой опыт предприниматели Татарстана могут позаимствовать у успешных зарубежных коллег. Если посмотрим на логотипы всемирно известных компаний, которые у вас на экранах, то у них есть одно общее. Это все очень удачные компании, которые созданы за последние 30-40 лет. За всеми этими компаниями стоит венчурный капитал. Диалог состоялся на равных. Выпускники и состоявшиеся предприниматели высшей школы бизнеса КФУ смогли задать эксперту вопросы из собственной практики. Однако, для лучшей наглядности, Илья Стрибулаев предложил аудитории обратиться к истории венчурных финансов. Если бы не было венчурного капитала, то, скорее всего, всех этих компаний, которые вы видите, Facebook, Google, Uber, но также и более старинных компаний, как бы сейчас, FedEx или Oracle или Microsoft, наверное, скорее всего, не было бы. И поэтому я хотела бы сегодня рассказать также про то, как устроен венчурный капитал в Соединенных Штатах Америки. Эксперт подчеркнул, что Стэнфордский университет положил начало стремительному экономическому росту в своем регионе. Более того, данный вуз стал поставщиком специалистов и разработок, создав вокруг себя полноценный экономический кластер. На сегодняшний день шаг к этому делает и Казанский федеральный университет. Исследования ученых КФУ уже готовы к инновациям, доступными для инвестиций. Став привлекательным партнером для крупных коммерческих компаний сегодня, университет продолжит эту работу, содействуя созданию новых бизнесов и тех самых стартапов, которые имеют все шансы на успех. Аделя Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюс. Научный, педагогический и психологический журнал образования и саморазвития Казанского федерального выходит на новый уровень. О том, какие изменения его ждут, расскажем в следующем сюжете. Сетевое сообщество «Диссернет», специализирующееся на борьбе с плагиатом, запустило новый проект «Диссеропедия» российских журналов. Эту проверку не прошел журнал образования и саморазвития, пишут на сайте «Реальное время», где его обвинили в некорректной редакционной политике. Но тут есть и другая сторона медали. «Заимствование – это самозаимствование, это самоплагиат, так называемый, когда автор использует какие-то части своей предыдущей статьи в другой статье, увеличивая его объем, дополняя там и так далее. Такие обвинения в том, что статьи заимствованы, и там много этих заимствований, тоже к этому надо отнестись очень осторожно. Надо посчитать вообще, какой процент там этого заимствования. Журнал «Образование и саморазвитие» выходит уже с июня 2006 года и издается ежеквартально. Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых ВАГ Российской Федерации, для публикации материалов, диссертаций на соискании ученой степени доктора наук по педагогике и психологии. Журнал публикует оригинальные научные статьи на разные темы. Теория и практика образования и саморазвития, психология развития, международный опыт в образовании и психологии и многое другое. На самом деле журнал ждут значительные изменения, и работа по выходу его на международный уровень началась уже сейчас. Мы решили начать такую очень системную работу по реорганизации журнала. Нужно начинать вообще с самых азов, с самых первых документов, с документов, которые связаны с издательской этикой, с требованиями к авторам, к самим статьям и так далее. В этом году поменялась и редколлегия. А главными редакторами стали Роза Валиева и Ник Ражби, специально приглашенный эксперт из Британии, который имеет более чем 30-летний опыт работы в издательской сфере. Мы с июля, он эту работу начал с нами, мы проводили несколько семинаров, мы работали с преподавателями, сотрудниками нашего университета, обсуждали возможности журнала и потенциально, что можно и как можно изменять. Знакомство с британским ученым произошло еще три года назад на международной конференции по образовательным технологиям в Турции. Тогда Ник Ражби был приглашен в качестве пленарного докладчика. С тех пор началась активная переписка и общение. Вот такая долгосрочная дружба и сотрудничество в конечном счете привело нас к этой идее, идее, которая родилась у Айдар Мансурча. Он вообще у нас такой генератор очень многих идей в институте. И я сомневалась, согласится ли Ник Ражби. Это довольно сложный проект, когда не знаешь ни реалий России, ни особенностей и так далее, как согласиться на то, чтобы изменить журнал. Журнал публикует оригинальные научные статьи на русском и английском языках. В планах закрепление его в международных системах Scopus и Web of Science. Залог дальнейшего успеха журнала заключается в качественном отборе материалов. В этом номере выйдет всего семь статей. Но ведь главное не количество, а качество. Кстати, первый номер в новом варианте выйдет уже совсем скоро. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Всемирная сеть продолжает удивлять. Какие самые обсуждаемые новости Рунета сегодня, расскажет наша традиционная рубрика Web News. Рустам Менихану встретился с гендиректором холдинга «Вертолета России». Президент Татарстана и глава российского авиапроизводителя обсудили перспективы развития Казанского вертолетного завода. В четверг 22 декабря состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Уже 12-я по счету. На мероприятие аккредитовались более 1400 журналистов. В Казани пройдет новогодняя презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Делегацию Татарстана представит 200 делегатов и 255 волонтеров фестиваля, которых отберут в ходе тестирований и собеседований. Леденящая кровь акция в защиту животных. Скандально известная организация ПЭТа «Люди за этичное обращение с животными» представила самую шокирующую пиар-инициативу в своей истории, которая в буквальном смысле едва не довела до истерики посетителей торгового центра в Бангкоке. Профессор Стэнфордского университета раскрыл в КФУ секреты кухни Кремниевой долины. Казанский федеральный университет выступил уникальной площадкой, на которой ведущие игроки татарстанской экономики от малого до крупного бизнеса смогли из первых уст узнать секреты успеха таких всемирно известных компаний, как Google, Facebook, Twitter. В Татарстане откроется представительство журнала «Ислам в современном мире». Соглашение о сотрудничестве между Казанским Приволжским федеральным университетом и издательским домом «Медина», учреждившимся и издающимся в Москве вышеназванный журнал, подписал проректор КФУ по внешним связям Ленар Ладыпов и главный редактор издания Дамир Мухеддинов. Казанцам предлагают выбрать название и слоган для нового детского телеканала. Вещание будет вестись на татарском языке. Театр «Изумрудный город» покажет в Казани спектакль «Зимняя сказка волшебного леса». Музыку к спектаклю написал российский музыкант и композитор Алексей Архиповский. Прежиссером выступил Валерий Кондратьев. Уникс одержал победу над Галатасараем. Казанцы уверенно обыграли гостей с отсчетом 73-60. Сапоги потеплее, кофты потолще. Жаль, на реснички не наденешь маленькие варежки. А то стоит выйти на улицу, как они покрываются инием. О погоде на ближайшие дни в следующем сюжете. В роще иний я развесил, Лед сковал на речке за ночь. Оттого-то я и весил, Старый дед Мороз Иванович. В минувшие дни казанцы ощутили на себе настоящие сибирские морозы. Еще утром 19 декабря на градуснике за окном в Казани были комфортные минус 3-5 градусов. Но к ночи столбик термометра опустился до минус 30 и держался почти неизменным в течение нескольких суток. Такой аномальный скачок температуры в декабре объясняется вторжением арктического антициклона на территории республики. Разобраться в этом метеорологическом вопросе помог заведующий кафедрой метеорологии и климатологии, экологии, атмосферы, института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. И вот теплый фронт, он проходит меридионально, и на нем образуются так называемые волны, вихри. И в зависимости от того, как вот этот вихрь себя поведет, он может в нашем пункте, ну скажем, в городе Казани, в нашей республике, по сути дела, это не такая же большая территория для синоптического анализа, вот, он может нам обеспечить заток холода с северо-востока, либо, наоборот, с северо-запада. Из северо-востока, это ожидаем, что мы и получили. Буквально у нас две ночи были очень холодными, вчерашний день был очень холодный. Насколько я знаю, на востоке республики до минус 35 даже температуры понижались. Оказывается, по посчетам данным, за последние 30 лет, самой низкой температурой в предновогоднюю ночь было минус 44 градуса в 1987 году. И с тех пор такой низкой температуры не было. Как правило, такие температуры долго не держатся. Но, несмотря на то, что сейчас дневная температура немного повысилась, ночи будут все-таки достаточно холодными. У нас же в атмосфере достаточно большой хаос. И вихри сменяют друг друга, и так называемая циркуляция атмосферы действует, то есть воздушные массы помещаются. Если с запада, у нас будет тепло зимой. Если мерзиональный поток с севера, холодно. Если с юга, зимой тепло снова. С востока будет обязательно холодно. Вот мы в последние годы не стали испытывать влияние сибирского антисклона. Он обычно нас здесь приводил к суровой погоде. Связана ли такая морозная погода с прошедшим аномально жарким летом? Напомним, что летом 2016 года в Казани температуры, которые мы наблюдали, были на 6-7 градусов выше климатической нормы, что составило от 25 до 30 градусов выше нуля. Обычно и получается, что если летом у нас перебор жары в данном случае, то зимой, чтобы более-менее скомпенсировать, конечно, должна быть определенный холод. Но дело-то еще вот в чем. Мы проводим свои исследования по длинным рядам, как меняются, какова тенденция изменения климата. И вот мы обращаем внимание на то, что действительно летняя температура повышается, тенденция такова. Это не один год, а берем несколько, много лет. Почему? Потому что год на год не приходится. А вот зимние температуры, наоборот, стали понижаться. Но не время расстраиваться. Такие морозы коротковременны и продержатся еще буквально пару дней. А к Новому году аномальные морозы к нам не вернутся. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюс. Вот и все новости на сегодня. Хорошего настроения и до встречи.